Музыка Значит, на прошлой лекции мы с вами разбирали логические аспекты взаимодействия процессов. Мы выяснили, что должна делать операционная система для того, чтобы два процесса могли совместно осуществлять деятельность, направленную на решение общей задачи. Подробно рассмотрели, какие категории средств связи у нас существуют, на каких вопросах необходимо останавливать свое внимание при изучении конкретного средства связи. По мере развития взаимодействия процессов и по мере исследований в том, каким образом ускорить решение задачи на одном и том же компьютере, пришли к новой мысли, к тому, что нужно углубить само понятие процесса. И понятие процесса в современной жизни стало отличаться от того понятия классического, которое мы водили с вами на второй лекции. Представьте себе, что у вас есть программа, написанная на некотором псевдоязыке программирования, вот такого вида. К сожалению, яркость не позволяет нормально прочитать. Значит, вмести массив А, вмести массив Б, ввести массив С, дальше сложить два массива А и Б и получить результат в массиве А, и после этого к массиву С добавить то, что у нас получилось после сложения двух первых массивов. Дальше массив С, дальше массив С вывести. Мы с вами грамотные люди уже сейчас и понимаем, что на самом деле у нас каждый ввод и вывод сопровождается ожиданием завершения операции ввода-вывода. Поэтому реально то, что будет проистекать при работе нашей программы, будет выглядеть следующим образом. Вести массив А, ожидаем, пока закончится ввод массива А. Вести массив Б, ожидаем, пока закончится ввод массива Б. Вести массив С, ожидаем, пока закончится ввод массива С. Дальше осуществляем наши операции. После этого осуществляем вывод и ждем, пока вывод закончится. Обратите внимание, что в то время, когда у нас вводится массив С, данные для совершения операции А плюс Б у нас с вами уже в памяти присутствуют, и мы могли бы этим заниматься, не дожидаясь окончания ввода массива С. Поэтому появляется простая мысль, что можно было бы одну и ту же задачу решить с помощью двух процессов, поручив второму процессу заниматься деятельностью, в то время как первый процесс будет ждать окончания ввода информации. Это могло бы выглядеть следующим образом. Первый процесс у нас занимается тем, что вводит массивы А, Б и С. И пока первый процесс вводит массив С, второй процесс может заниматься сложением А плюс Б. Казалось бы, мы с вами получаем ускорение. Но так ли это на самом деле? Как грамотные люди мы с вами прекрасно понимаем, что вот так просто реализовать эту схему не удастся. Второй массив надо создать. Нужно создать какую-то коммуникационную среду для общения между первым массивом и вторым. Для простоты, скажем, разделяемую память. Значит, первый массив должен заказать разделяемую память, второй массив — первый процесс. Второй процесс должен сказать, что он будет эту память использовать. Переключение процессора между первым и вторым процессом потребует у нас переключения контекста. Так что в результате эта красивая картина модернизируется и будет выглядеть совершенно некрасивым образом. Процесс 1. Вот основные действия, которые он их совершает. Пока у нас первый процесс вводит массивы А и Б, второй должен ждать завершения ввода этих массивов. Первый процесс начинает вводить массив С, второй может заниматься сложением массивов А и Б. Но при этом мы должны обязательно добавить вначале создание процесса 2. В первом процессе. Это время. Дальше мы должны создать общую память. И в первом процессе, и во втором. Сказать, что эта память будет являться общей, чтобы можно было пользоваться данными. Коммуникационный канал. Более того, у нас появляется переключение контекста здесь и во втором случае здесь. На создание общей памяти и на осуществление сложения массивов. Так что, скорее всего, если вы будете осуществлять подобное деление действий на однопроцессорной машине, вы получите не ускорение решения задачи, а замедление решения данной задачи. Переключение контекста и создание общей памяти съедает очень много времени. Так вот, исходя из этого возникла идея, что надо бы попытаться создать сущности внутри процессов, которые позволили бы делать то же самое, но с меньшим временем затрачиваемым на переключение контекста и без дополнительных условий на создание общей памяти. Идея-то, в общем-то, понятна, откуда возникла. Я так думаю, что в прошлом году вы изучали понятие машины тьюринга. Было у вас такое. Там была у вас ленточка, была головка, которая по ленточке перемещалась. И в зависимости от того, что написано на ленте, и правил поведения, вписывало то или иное значение на ленту. Заменяло, не заменяло, передвигалось вправо-влево. А кто мешает по одной и той же ленте двигаться нескольким головкам? Лента одна и та же, а головок будет несколько. Так вот, эта идея многоголовочной машины тьюринга получила свое воплощение в том, что принято называть в большинстве современной литературы потоками исполнения. Но мне слово поток не нравится, оно и так перегружено в информатике, поэтому я называю это нить исполнения. Или то, что принято называть thread. Идея заключается вот в чем. У нас есть общий код, одна и та же лента, общие правила выполнения. В машине тьюринга. Головок много. Значит, код общий, правила выполнения общие. Что означает это с точки зрения нашего процесса? Мы знаем, что наш процесс имеет три компонента своего контекста. Контекст системный, контекст регистровый и контекст пользовательский, куда входит код, данные, лежащие вне стека и стек. Давайте попытаемся представить себе, что по этому коду с одними и теми же данными, правда, с другим стеком, может выполняться вторая сущность. Мы просто дали некоторые параметры регистров, сказали, что надо начать выполнение с этого места в коде и пускай на себе выполняется своим стеком, чтобы не портить стек предыдущего, того, что выполнялось изначально в общем нашем контексте процесса. то есть мы берем и регистровый контекст забираем из контекста процесса и выделяем отдельно. Мы берем из стек выделяем отдельно и выделяем отдельно часть системного контекста, которая описывает, ну, скажем, некоторые характеристики, связанные с идентификатором. Процесс идентификатора останется прежним, но мы каждую нить исполнения или каждый средт должны будем идентифицировать по-своему. Выделили. Никто не мешает нам создать внутри процесса вторую аналогичную сущность. Две нити исполнения в рамках одного процесса. Каждая нить исполнения имеет свой собственный набор регистрового контекста и стека. Плюс дополнительно часть системного контекста, которая обслуживает данные, относящиеся именно к этой нити исполнения. А все остальные ресурсы, включая адресное пространство, куда входит код и данные, лежащие вне стека, устройства ввода-вывода для них являются общими. Значит, что это означает общие с точки зрения простого программиста. Начнем с устройства ввода-вывода. Если вы в одном процессе открыли файл, точнее, в одной нити исполнения открыли файл, эта нить исполнения открывает файл в рамках всего процесса, и файл виден всем остальным нитям исполнения. если у вас есть некоторые данные, которые описаны, допустим, в языке C, как статические, или данные не динамические, а лежащие вне всех функций, тогда эти данные автоматически будут доступны всем нитям исполнения. Не нужно делать никаких дополнительных условий, чтобы их разделять. Они общие по самому определению нити исполнения. Когда у вас процесс создается, он создается в классическом смысле. Это означает, что созданный процесс всегда имеет только одну нить исполнения. Так что можно рассматривать нить исполнения как нечто внутри процесса классического, к которому добавлены общие ресурсы, относящиеся к процессу в целом. Дальше нить исполнения с помощью специальных системных вызовов имеет возможность порождать новые нити исполнения, точно так же как процесс имеет возможность порождать новые процессы. Поэтому имеет смысл говорить о том, что у нас есть отношение родитель-ребенок между нитями исполнения одного и того же процесса. Нити исполнения могут находиться в тех же самых состояниях, в которых находится процесс. Мы с вами в классической модели рассматриваем пять состояний. рождение, готовность, исполнение, ожидание и завершил исполнение. Каждая нить может находиться в одном из этих состояний. Соответственно, меняется понятие состояния самого процесса в целом. Значит, если у меня есть несколько нитей исполнения, тогда я должен говорить о состоянии процесса по-другому. Вот у нас есть процесс. Пока он у нас имеет одну нить исполнения, состояние нити совпадает с состоянием процесса. Допустим, что у нас нить находится в состоянии готовности, тогда и процесс находится в состоянии готовности. Но если нитей у нас много, то понятие состояния процесса меняется. Мы можем говорить, что у нас процесс находится в состоянии готовности в том случае, Если ни одна нить исполнения не находится в состоянии исполнения, и хотя бы одна находится в состоянии готовности. То есть кто-то может ждать из нити исполнения, находится в ожидании. Кто-то закончил свою работу, завершил исполнение. Кто-то рождается, это не важно. Важно, чтобы никто не исполнялся, и хотя бы одна нить находилась в состоянии готовности. Тогда весь процесс находится в состоянии готовности. Что означает, что у нас процесс находится в состоянии исполнения? Это означает, что у нас одна нить находится в состоянии исполнения, а все остальные в произвольных состояниях. Процессор 1. Если хотя бы одна нить процесса исполняется, значит процесс находится в состоянии исполнения. В каком случае у нас процесс будет находиться в состоянии ожидания? Неправильно Никто не исполняется и никто не готов Потому что некоторые нити могут рождаться А некоторые нити могут закончить свое исполнение Значит, хотя бы одна нить находится в состоянии ожидания При этом нет исполняющихся и нет готовых Тогда процесс находится в состоянии ожидания Что означает, что у нас процесс закончил исполнение? Все нити закончили исполнение Только в этом случае процесс целиком свое исполнение закончил Как в терминах нити исполнения может выглядеть решение нашей проблемы Сформулированной в начале лекции? Вернемся к тому, что у нас с вами было Мы теперь будем делать не два процесса, а две нити исполнения Поскольку у нас нет необходимости Специально создавать разделяемую память На этом мы сэкономим Общая память, точнее память находящаяся вне стека Скажем так, глобальная память Автоматически разделяется Второе важное условие Переключение контекста Контекст нити между собой Отличается существенно меньше, чем контекст разных процессов Поэтому на переключение контекста нити мы тратим меньше времени Нам меньше данных нужно сохранять и обновлять Значит, здесь мы тоже будем экономить И поэтому решение нашей задачи в терминах нити исполнения будет выглядеть таким образом У нас есть две нити исполнения Первая из которых вводит массив А Ждет окончания ввода Вводит массив Б Ждет окончания ввода Вводит массив С Ждет окончания ввода массива С Вторая нить, пока вводится значение массивов А и Б Ожидает окончания ввода А дальше, пока вводится значение для массива С Осуществляет их сложение После этого первая нить осуществляет второе сложение И выводит окончательный результат И здесь у нас с вами появляется переключение контекста нитей Но нет создания общей памяти Причем переключение контекста нитей тратит меньше времени, чем переключение контекста процессов Вот в этой схеме вы уже можете получить выигрыш даже на одном процессоре Понятно, что пример, который я вам привел, он был тривиален И взят из головы не из жизни В прошлом семестре специально ребята попробовали провести тестирование Даст ли на однопроцессорной машине выигрыш использования средов Для распараллельной задачи, которая это позволяет Оказалось, что дает И дает существенный выигрыш Ускорение получается для двух средов примерно полтора раза Задачка была, конечно, более-менее простая Модельбрута считалась Она тривиально распараллеливается Так вот, на этом простом примере На одном процессоре По сравнению с одним процессом За счет того, что мы ввели нити исполнения Мы получили ускорение полтора раза Можно? Да Синхронизация должна существовать Взаимодействие здесь идет через общую память Здесь опущено Должна существовать синхронизация Нельзя двигаться дальше А с синхронизацией мы сегодня будем разговаривать позже Может быть даже не сегодня А может быть и на следующей лекции в том числе Без синхронизации понятно, что вы можете проскочить иначе И сделать не то, что нужно Значит, концепция нити исполнения средов или потоков Исполнения, как принято называть их в большинстве учебников Является в настоящее время, наверное, даже более важной, чем концепция процесса В частности, операционная система Windows Все варианты построены, исходя из того, что понятие потока является основным Процесс для них второстепенный В Линуксе не так В Линуксе поток — это второстепенное понятие Как могут быть реализованы нити исполнения в операционной системе? Существует два варианта Вариант первый Когда ядро операционной системы изначально пишется Исходя из того, что у вас есть такая концепция, как нити исполнения И тогда получается следующее Все планирование, о котором мы говорили Осуществляется не в терминах процессов, а в терминах нити исполнения Процессор предоставляется не процессу, а нити исполнения А ресурсы выделяются именно процессу, то есть совокупности нитей исполнения Это в том случае, если операционная система изначально написана под концепцию нити исполнения Под концепцию средов Если операционная система изначально описалась под концепцию процессов, такого не происходит Нити исполнения реализуются на уровне пользовательских библиотек И тогда ядро операционной системы не знает, что у вас процесс состоит из нескольких нитей исполнения Время, которое выделяется для занятия процессора, выделяется процессу совиком А уже библиотека делит его между разными нитями исполнения этого процесса В первом случае планирование осуществляется в терминах нити исполнения Ядро знает, что у нас процесс состоит из кучи нити исполнения И время представляется конкретной нити, а не процессу в целом Во втором случае ядро об этом ничего не знает И оно дает время целиком процессу А уже библиотека осуществляет деление по определенному алгоритму планирования Значит, в Linux, с которым вам придется сталкиваться на семинарах Реализована вторая концепция Концепция, когда у вас нити исполнения заводятся на уровне пользовательских библиотек Года три назад это считалось недостатком Linux Последние полтора года точка зрения создателей Linux изменилась Они стали считать это его большим достоинством Желающие могут посчитать книжки, значит, Корнел Юникс «Взгляд изнутри», Где написано, почему это достоинство теперь, а не недостаток Но планирование будет осуществляться именно в терминах процесса А не в терминах одной нити исполнения Правда, в Linux там все сложнее Там на самом деле как полноценная нить не получается У вас на самом деле вместо нити заводится новый процесс Который со старым разделяет все перечисленные выше переменные То бишь часть системного контекста Память, которая является глобальной И имеет отличие только в регистровом контексте, в стеке И в небольшом кусочке системного контекста Новый процесс Так вот, ядро не знает, что эти новые процессы составляют одно целое Об этом знает только некий процесс-координатор Который стартует при первом вызове функции, обращающейся к нитям исполнения Например, при создании новой нити Я считаю, что это недостаток Авторы Linux считают, что это достоинство Вопрос спорный Кто прав, кто не прав Судить вам, как будущим пользователям Потому что ни одну современную программу Реально хорошо работающую Без использования нити исполнения Написать у вас, скорее всего, не получится Но если, конечно, вы не будете писать программу На уровне извлечь корень-коворотного звука То есть, как только вы выходите на современную программу Все, нити исполнения Это неотъемлемая часть Значит, на этом с нитями исполнения Мы с вами временно заканчиваем И переходим к следующей важной вещи Связанной вот с чем Мы с вами рассмотрели вопрос о том Что должна делать операционная система И какие средства она должна предоставлять Для того, чтобы процессы могли между собой Корректно взаимодействовать Логическая сторона внешняя По отношению к процессам Спрашивается А если у меня есть два процесса Которые я хочу заставить работать Совместно Общаясь друг с другом Должны ли я что-нибудь менять Внутри этих самых процессов Так вот, вопрос о смене Или не смене того, что происходит внутри процессов Мы с вами сейчас начнем рассматривать Новая тема Которая прородится у нас с вами, видимо, полторы лекции Получила название Алгоритмы синхронизации И мы сначала с вами должны отвлечься вообще От процессов От вычислительных систем Забыть про то, что мы ими делаем С вычислительными системами И перейти к вопросу Просто о некоторых активностях Независимо от того, к чему эта активность относится Что мы понимаем под активностью? Активность – это последовательность некоторых действий Направленных на достижение определенной цели Судя уже по определению К вычислительным системам По этой активности имеет Узкоспециальное применение Поскольку определение общефилософское Давайте рассмотрим простую активность Близкую всем нам Которая называется Приготовление бутерброда Это активность Состоящая из ряда действий Здесь, правда, перечислено их слишком много В условиях нынешнего финансового кризиса Видимо, некоторые действия будут нам недоступны Но это не важно Что из себя включает активность Приготовление бутерброда? Что за действия? Действие номер один Мы должны отрезать кусок хлеба Действие номер два Если вам позволяют финансы Вы отрезаете кусок колбасы Действие номер три Кусочек хлеба вы намазываете маслом Опять-таки, если вам позволяют финансы И, наконец, действие номер четыре Вы должны положить колбасу на хлеб, намазанный маслом Это активность Приготовление бутерброда Если вы выполните эти действия В указанном порядке Вы получите готовый бутерброд Хлеб с маслом и колбасой Мы с вами будем считать Что активности состоят из действий Которые являются неделимыми Или атомарными операциями Что это значит? Это значит, что Тот, кто выполняет данное действие Не может прерваться Во время выполнения действия И сделать что-нибудь другое Фактически это означает, что Если бы мы взяли пример Вычислительной системы И процессор выполняет некое действие Внутри активности Он не может быть в это время Предоставлен другому процессу В этом процессе Это действие должно быть выполнено За один раз Прервать нельзя Ну, здесь С точки зрения логики В этом примере Все понятно Значит, если вы попытаетесь Прервать действие Связанное с работой ножом Там, вам позвонили по телефону По сотовому И решили взять телефон В то время Отрезать кусочек колбасы Вы можете случайно Отрезать не колбасу А что-то другое Поэтому понятно Что данное действие Должно являться атомарным И прерывать его Не рекомендуется Так вот У нас с вами есть Здесь 4 атомарных действия Значит Действие атомарное Операция неделима Разбить ее на мельшие Операции невозможно Возникает вопрос Очень простой Если я должен выполнить Не одну активность А несколько Допустим, две Каждая из которых состоит Из атомарных Неделимых операций То будет ли Получаемый мной результат Зависеть от того Как я эти операции Выполняю Давайте рассмотрим Простой пример У нас есть активность П Состоящая из атомарных действий А, Б, С Есть активность К Состоящая из атомарных Операций Д и Ф Если я буду выполнять Эти активности По порядку Сначала П А потом К То атомарные операции У меня будут выполнены В порядке А, Б, С, Д, И, Ф Предположим, что я Работаю в режиме Разделения времени И поэтому я могу С одной активности Переключаться на другую Значит, ну я готовлю Одновременно первое и второе Да Вот у меня уже суп закипел А тут картошка гореть начала Жаренная Значит, мне надо бросить суп И переключиться на картошку Чтобы ее перемешать Что будет происходить В этой ситуации Возможно, вариант Когда у меня Атомарные операции Разных активностей Начнут перемешиваться Между собой Ну, например Может возникнуть ситуация Следующая А, Б, Д, С, Е, Ф В рамках одной активности Операции сохраняют порядок Но атомарные операции Разных активностей Могут перемешиваться И это не противоречит Тому, что операция атомарная Понятно, что можно набрать Очень большое количество Таких вариантов чередования Желающие и знакомые С комбинаторикой Можут количество чередований Посчитать самостоятельно Возникает законный вопрос Всегда ли В результате чередования Атомарных операций Разных активностей Мы будем получать Один и тот же Желаемый результат То есть Допустимо ли Бросить Варить борщ И начать перемешивать Картошку Или это Недопустимо Потому что В результате борщ убежит А картошка сгорит Так вот Давайте посмотрим Два простейших примера Приближенных Уже к нашим условиям В качестве активности Мы будем рассматривать Две программы Считая что Каждая строчка программы Выполняется атомарно Первая программа У нас с вами Y равняется X виноват равняется 2 Y равняется X Минус 1 Видимость очень плохая К сожалению Но что сделать Вторая программа X равняется 3 Y равняется X плюс 1 Спрашивается Если Y и X Являются переменными Расположенные в общей памяти То имеет ли Значение Порядок Выполнения Атомарных операций Данных активностей Давайте смотреть Что будет у нас С вами происходить Итак Предположим Что у нас Сначала Выполняется Активность Q Активность P X равняется 2 Двоечка Дальше Из Y Вычитаем 1 Из X Чтобы получить Y 1 После этого X равняется 3 Y равняется X плюс 1 Получили значение Пару 3 4 Но возможно Другой вариант Чередования Сначала Выполняется Первая операция Атомарная В активности P Потом Уполняется Вторая Операция Первая Из активности Q После этого Уполняется Вторая Атомарная Операция Из активности Q Дальше Вторая Атомарная Операция Из активности P Получили Другой Результат 3 4 3 2 Точно Так же Можно Получить Две Еще Пары Возможных Значений X Y По Завершении Выполнение Активности В режиме Разделения Времени Значит В зависимости От того В каком Порядке Мы с вами Будем заниматься Выполнением Активности Точнее Атомарных Операций Активности Мы получаем Разные Результаты Вот Саму процедуру Чередования Атомарных Операций Разных Активностей Между собой Принято Называть Словом Интерливинг Значит Те Наборы Активностей Которые Независимо От Интерливинга Дают Один и тот Же Результат Принято Называть Детерминированными Наборами Активности Недетерминированный Набор Соответственно Это Набор Активностей Который Дает Разные Результаты В зависимости От Интерливинга Итак Детерминированный Набор Как бы мы не Чередовали Атомарные Операции Результат Будет Один и тот же Недетерминированный Чередование Атомарных Операций Приводит К разным Результатам Ну Естественно Возникает Вопрос Очень Простой А Можем Ли Мы С вами Как-то Узнать Заранее Глядя На набор Наших Активностей Является Ли Это Набор Детерминированным Или Недетерминированным Потому Что Недетерминированные Наборы Мы С вами На компьютере Если Относится К процессам Не можем Исполнять В режиме Разделения Времени Кто Его Знает Как И Когда Будет Предоставлен Процессор Нашим Процессом В результате Работы Алгоритмов Планирования Мы Этого Заранее Не Знаем Если У нас Набор Наших Процессов Есть Набор Недетерминированных Активностей То В зависимости От алгоритмов Планирования Будем Получать Разные Результаты Видимо Это Неправильно Так Быть Не Должно Две Программы Запустили Одновременно В одном Случае Они Дали Один Результат При Втором Запуске Они Дали Другой Результат Нас Интересует Именно Детерминированный Набор Активностей Так Вот Можно Ли Заранее Сказать Что Данный Набор Активностей Детерминирован Или Недетерминирован К сожалению Необходимых и Достаточных Условий Позволяющих Это определить По виду набора Активности Не существует Есть только Достаточные Условия Это условия Бернстайна Условия Бернстайна Заключаются В следующем Давайте Мы Возьмем Активность И для Активности Введем Понятие Набора Входных Переменных И выходных Переменных Входные Переменные Это та информация Которая Потребляется Активностью Выходные Та, которая Производится Активностью Понятно, что Активность Разбивается У нас на Атомарной Операции Поэтому мы Производим Дальше Вниз Редукцию И говорим О том, что У нас есть Понятие Входных И выходных Переменных Для каждой Атомарной Операции Вот у нас Простейшая Наша Активность П Входные Переменные Здесь То, что У нас Будет стоять В правой части Оператора Присывания Выходные То, что У нас стоит В левой части Оператора Присваивания Значит, множество Входных Переменных Обзовем R Для каждого Элементарного Оператора В нашем случае Для каждой Атомарной Операции Множество Выходных Переменных Обзовем В Дубль В Ретрайт Значит, соответственно R первое У нас есть УВ R второе Иксовое Выходные Переменные Икс и Игрек Так вот Для активности В целом Мы получаем Множество Входных И выходных Переменных Объединив Соответствующее Множество Для атомарных Операций Стало быть У нас с вами Для нашей Активности RP Есть Четыре Переменных УВ Икс Дубль В Выходные Переменные Есть Икс Игрек Заметьте, что У нас Для каждой Активности Некоторые Переменные Могут Одновременно Попасть И множество Входных Переменных И множество Выходных Переменных Условия Оберстайна Гласят Следующее Что Если у нас С вами Есть Две Активности P и Q Сначала Формулируют Для двух Активностей То тогда При выполнении Трех Условий Условия Номер Один У вас Входные Переменные Одной Активности И выходные Переменные Второй Активности Не перекрываются И наоборот Входные Переменные Второй Активности Не перекрываются С выходными Переменные Первой Активности Два Условия И условия Третье Множество Выходных Переменных Обоих Активностей Тоже Не перекрываются Тогда Набор Активностей Является Детерминированным То есть Фактически Условия Бернстайна Они условия Достаточные Говорят о том Что если у вас Есть перекрытие Только по входным Переменным То все Замечательно Но мы с вами Говорим О взаимодействующих Процессах В операционных Системах А взаимодействующие Процессы Должны Менять Переменные Общаясь Между собой И стало быть Для нас Условия Бернстайна Они конечно Информативны Но фактически Бесполезны Эти условия Будут важны Когда вы будете В дальнейшем Может быть Я надеюсь Что в этом Курсе обучения У вас это произойдет Изучать параллельные Процессы Там вам придется Разбираться Что делать Если нарушается Одно из условий Бернстайна Можно ли распараллелить Программу Тем не менее Или нельзя Поскольку параллельные Вычисления Становятся сейчас Неотъемлемой Частью вычислительной Техники Информатики Я думаю Что это у вас будет Значит Но пока Для нас Это Полезно Можно сказать Да действительно Здесь у нас Детерминированный Набор активностей Но фактически Когда я имею дело В взаимодействующей Активности Бесполезно Давайте Будем разбираться Что же у нас На самом деле Происходит Почему У нас могут Получаться Разные результаты Значит Если у меня При возникновении Интерливинга Получаются Разные результаты А я хочу Чтобы получался Один и тот же результат То я прихожу Естественно К мысли Что надо Интерливинг Ограничить Не все Допустимые Чередования Операций Атомарных Могут быть Дозволены Чтобы результаты У нас совпали Некоторые Средования Надо запретить Как проще Всего это сделать Проще всего Этого добиться Запретив Взаимное Использование Одновременно Разделяемых Переменных Или разделяемых Ресурсов Доступаться К разделяемым Ресурсам Можно строго В порядке Очередности Причем Если очередность Имеет значение Это одно дело Не имеет значение Другое дело Прием Когда мы запрещаем Различным Активностям Одновременно Обращаться К разделяемым Данам Принято называть Взаимоисключением Или Mutual Exclusion Как написано Здесь у нас Сверху То есть В нашей Простой Программе Когда у нас Есть Две активности P и Q В нашем Простом Примере Мы должны Запретить Одновременный Доступ К переменным X и Y Различным Активностям Либо Либо Должна Выполниться Сначала Активность P Потом Активность U Либо Наоборот Сначала Q Потом P В зависимости От того Что мы С вами Ожидаем Из-за чего У нас С вами Возникают Разные Результаты Из-за того Что у нас С вами Эти активности Они Борются За обладание Общими переменными Кто Раньше Завладел Общими Переменными Если у нас Нет Взаимоисключения Тот И победил Вот Это Состояние Принято Называть Состоянием Race Condition Состоянием Гонки Или Состоянием Состязания И Именно Возникновение Race Condition Это Причина По которой У нас Набор Активности Везет С Недотерминирован Значит Мы Должны Избегать Race Condition И Этого сделать можно С использованием Приема Взаимоисключения В том случае Когда очередность Доступа К ресурсам Не важна Или Если Очередность Доступа У нас Важна Дополнительно К mutual Exclusion Мы должны Добавить Синхронизацию Кто первым Обязан Доступиться К этим ресурсам Важным Понятием При изучении Взаимодействия Процессов И Изучение Состояния Гонки Является Понятие Критической Секции Критическая Секция Это Та Часть Активности Выполнение Которой В наборе С другими Активностями Может Привести К возникновению Race Condition То есть Некоторые Части Где мы Не Используем Общие Ресурсы К Рейс Кондишн Никак Не Приведут Это Не Критическая Секция Но Вот Там Где Мы Можем Получить В результате Выполнения Недетерминированный Результат Это И есть Критическая Секция Давайте Попытаемся Понять Что такое Критическая Секция На Простом Житейском Примере У нас Есть Три Процесса Это Три Студента Которые В пятницу Вечером После Занятий Завершившиеся 16.55 Решили Попить Пиво И Было Договорено Что По две Бутылочки Пива На вечер Каждому Вполне Нормально Хватит Мы работаем В режиме Разделения Времени Поэтому Пока у нас Функционирует Один студент Все остальные Функционировать Не могут Они находятся В отключенном Состоянии Квант Времени Мы выбираем Равным Двум Минутам Поэтому Здесь По две минуты Все и разделено Итак 17.05 Студент Номер Один Возвращается В общежитие Входит В комнату Обнаруживает Что пиво Еще никто Пока не Купил И После этого Уходит За пивом Отработанное Ему Время Закончилось Дальше Начинает Функционировать Процесс Номер Два Он же Студент Номер Два Соответственно В 17.09 Студент Номер Два Входит В комнату Видит Что пиво Еще никто Не купил И В 17.11 Уходит За пивом В 17.13 Третий Студент Приходит В комнату Обнаруживает Что пиво Еще никто Не купил И В 17.15 Уходит За пивом Поход За пивом Процесс Длительный Но Будем Считаться Что он Благополучно Для первого Студента Заканчивается В 17.17 Который Покупает Пиво На всю Компанию 6 Бутылочек Дальше Он Покидает Магазин Через Прошествие Кванта Времени В 17.19 Второй Студент Приходит Возможно В тот Жем Магазин В одну В другой Покупает 6 Бутылок Пива На всю Компанию И Уходит Из Магазина После Этого Это Же Делает Третий Студент А это У них Так Вот Сложилось У них Так Разложилось Простите Меня ЦПУ Безд Такой У них Да Значит После Этого В результате В 17.23 Первый Студент Приносит Пиво Дальше Второй Студент Приносит Пиво Третий Студент Приносит Пиво В момент Окончания Данной Процедуры В 17.27 Мы Видим Что В комнате На трех Студентов Образовалось 18 Бутылок Пива И Простой Вечер С Приятным Времепровождением Превратился Простите В грандиозную Пьянку Стало Быть Задача Которая Была Поставлена Нами Не Решена Или Точнее Сказать Решена Неправильно Почему Это Возникло Потому Что У нас С вами Здесь Имеет Дело Мы Имеем Дело С вами С Рейс Кондишн Состояние Гонки Кто Первый Добежит До Магазина Значит Для того Чтобы Избежать Состояния Гонки Мы Должны С вами Вот Эту Самую Критическую Секцию Заставить Уполняться В режиме Взаимоисключения А где А где У нас С вами Здесь Критическая Секция Критическая Секция Очень Простая От Момента Ушел В магазин До момента Принес Пиво Вот Если Эту Операцию Сделать Атомарной И запретить Ее Выполняться Во время Выполнения Этой Операции Другим Процессом Другим Студентам Мы С вами Получим Правильный Результат Введем Большую Атомарную Операцию Достает Пиво Получаем Что студент Приходит В комнату Обнаруживает Что пива нет И дальше Выполняется Большая Атомарная Операция Достает 6 бутылок Пива Пока Процесс Он же Студент Занимается Выполнением Данной Атомарной Операции Другие Процессы У нас Простаивают Они в готовности Но Уполняться Не выполняются И после этого Они просто Входят В комнату Обнаружив Что 6 бутылок Пива На месте И задача Решена Значит Грамотно Нужно Заставить Выполняться Критическую секцию Это самое главное Как можно Заставить Критическую секцию Уполняться Грамотно В нашем случае Но если Брать Простой Житейский Пример Достаточно Предположить Что вы Живете На первом Этаже И у вас Есть в комнате Засов Изнутри Значит Студент Который Вошел В комнату Первым Изнутри Затынул Засов Потом Быстренько Выскочил В окно И побежал За пивом Остальные Студенты Простаивают Под дверью Они не могут Войти В комнату Пока Студент Который Побежал За пивом Не принесет Не влезет В окошко И не отодвинет Засов Значит Мы должны С вами В этой ситуации К обычной Работе Процесса Добавить Два Дополнительных Действия Задвинуть Засов Выскочить В окно Влезть В окно Отодвинуть Засов Стало быть Для того Чтобы у меня Процесс Нормально Функционировал Я должен Изменить Код Процесса Для взаимодействия Я должен Вставить Дополнительные Операции В нашем Случае Это было В житейском Примере Задвинуть Засов Выскочить В окно Влезть В окно Отодвинуть Засов В общем Случае Мы можем С вами Рассматривать Возвращаясь Теперь уже К нормальным Процессам Что взаимодействующие Процессы Должны иметь Некоторую Общую схему У вас есть Некоторая Критическая Секция Внутри Процесса У вас У вас есть Некоторые Действия Которые Мы с вами Назовем Ромендер Секшн Остальные Действия Возможно Эти действия Совершаются Неоднократно В цикле Пока Не выполнятся Некоторые Условия И чтобы Процессы У нас Корректно Взаимодействовали Перед Началом Критической Секции И по окончании Ее Я должен Добавить Дополнительные Операции Так называемые Пролог И эпилог Антрисекшн И эксид Секшн Иначе У вас Взаимодействие Корректно Происходить Не будет И вы будете Получать Неверное Решение Поставленной Задачи Как было В предыдущем Примере Естественно Пролог Эпилог Нажно Тоже Уметь Писать Нужно Знать Как Эти Пролог Эпилог Пишутся Для того Чтобы Вы получали Все-таки Детерминированный Результат Работы Ваших Процессов В наборе Активности А не то Что Бог На душу Положит В зависимости От того Как Пишутся Пролог Эпилог Можем Рассматривать Различные Алгоритмы Организации Взаимодействия Процессов Различные Алгоритмы Синхронизации Их Деятельности Независимо От того Какие Алгоритмы Будем С вами Использовать К этим Алгоритмам Должны Предъявляться Определенные Общие Требования Требование Номер Один Алгоритмы Алгоритм Должен Быть Программным То есть Это означает Что алгоритм Не должен Предполагать Использование Каких-либо Специальных Машинных Команд Для Синхронизации На языке Высокого уровня Таких команд Не существует Можно считать Что он должен Писаться на языке Высокого уровня Хотя В любом Процессоре Если порыться Внимательно В описание Машинных Кодов Вы найдете Команды Специально Предназначенные Для синхронизации Требование Номер Два Второе Требование Предполагает Что у Вас Рассматриваемый Алгоритм Не имеет Никакого Представления Об Относительном Времени Работы Взаимодействующих Процессов И о Времени Прохождения Ими Критических Секций То есть Никто Не знает Заранее И не должен Знать Для Нормально Работающего Алгоритма Сколько Времени Процесс Проведет Своей Критической Секции Это Время Считается Произвольным Требование Требование Номер Три Требование Получившее То же самое Название Mutual Exclusion Мы требуем Чтобы Наши Алгоритмы Обеспечивали Взаимоисключение Между Процессами При Прохождении Ими Критических Участков Что это означает Это означает Что если Один из Процессов Внутри Своего Критического Участка Находится В состоянии Исполнения Или Готовность Ни один Другой Процесс Из набора Взаимодействующих Процессов Не может Находиться Внутри Соответствующего Своего Критического Участка В состоянии Исполнения Или Готовности Следующее Требование Условия Прогресса Условия Прогресса Предполагает Что у вас Не может быть Ситуации Когда Первая часть Там две части Условия Содержатся На решение О том Какой из процессов Войдет Свой критический Участок Оказывает Влияние Процесс Не находящийся Либо в ожидании Входа В критический Участок Либо внутри Критического Участка То есть Если некий Процесс Находится В рамайндер Сэкшн Он не имеет Права Участвовать В голосовании Кто в следующем Из процессов Войдет В критический Участок Часть Номер Один Часть Номер Два Этого Условия Процессы Которые Принимают Решение О том Кто очередным Войдет В критический Участок Не должны Делать Это бесконечно Долго Стандартная Ситуация Два толстых человека Ну вот Размером с меня Пытаются пройти В узкую дверь И каждый начинает Говорить Нет вы первым Проходите Нет вы первым Проходите И вот так вот Вежливость Продолжается До бесконечности Потом оба Одновременно Рвутся в дверь Где оба Застревают Вот этого Быть не должно То есть Бесконечное Откладывание Решения Здесь Недопустимо Итак Условия Насчет того Что у нас Прогресс Должен Наблюдаться Состоит Из двух частей Влиять На решение Могут Только те Кто в этом Заинтересован И второе Решение Не должно Приниматься Бесконечно Долго И последнее Пятое Условие Накладывание На алгоритмы Это Условия Ограниченного Времени Ожидания Что это Означает Ваш алгоритм Должен быть Справедлив По отношению Ко всем Процессам Допустим У вас Работает Несколько Процессов Взаимодействующих У каждого Есть критический Участок Через который Они должны Проходить Но можно Написать Такой Замечательный Алгоритм Что скажем Из пяти Взаимодействующих Процессов Четыре Спокойно Проходят Через критический Участок А пятый Все время Остается В стороне И им Говорят Подожди Ты здесь Пока не стоял Твоя очередь Последняя Так вот Этого Быть не должно Значит Должна Быть Определенное Значение Количество Проходов Других Процессов Через Свои Критические Участки После Которого Любой Процесс Гарантированно Получит Право Пройти Через Свой Критический Участок Вот Если Эти пять Условий Будут Выполнены Мы можем Считать Что у нас Алгоритм Синхронизации Написан Нормально Но Первые два Условия В дальнейшем Мы пока С вами Проверять Не будем Потому что Мы будем Рассматривать Условия Естественно Написанные На языке Высокого Уровня Это раз И второе Потому что В этих Действительно Алгоритмах Никаких Предположений О времени Работы Процесса В критических Участках Делаться Не будет При этом Мы начнем С вами Рассмотрение С алгоритмов Которые Кажутся Правильными Но на самом деле Имеют Ошибки Какой Самый Самый Простой Алгоритм Можно Предложить Давайте Вернемся К нашему Житейскому Примеру В Житейском Примере У нас Было Понятие Засова На Двери Процесс Который Первым Начал Исполняться Задвигал Засов И по Окончании Критического Участка Засов Отодвигал Разрешая Другим Процессам Войти Свои Собственные Критические Участки Логично Предположить Что можно Построить Такую же Конструкцию Программно Введя Некую Переменную Разделяемую Переменную Засов Которая В значении Скажем Нолик Соответствует Тому Что у нас Засов Отодвинут Единичка Задвинут Значит Процесс Который Входит В критический Участок Сначала Задвигает Засов Выставляет Переменную Разделяемую В единицу При выходе Из критического Участка Засов Отодвигает То есть Мы Приходим К схеме Следующей Да Следующей Следующей Это потом Здесь Виноват Я должен Сделать Небольшое Дополнение Есть Простейший Вариант Действительно Как все Это решить Есть Понятие Запрета Прерывания Разрешения Прерывания Это не специальные Команды Специально Введенные Процессор Я могу На процессоре У любой Процессора Такой командой Обладает Запретить Прерывания И потом Их Разрешить Если Перед входом В критический Участок Я запрещу Все прерывания А после выхода Разрешу Все прерывания Проблема Будет решена Запретил Прерывания Это означает Что никто Меня из Процессора Вытеснить Не может Никаким Образом Прерывания Нет Пока нет Прерывания Процессор Принадлежит Только мне Разрешил Ради Бога Но представьте Себе Что вот Такую схему Мы разрешили Использовать Обычным пользователем И обычный Пользователь Либо специально Либо по своей Глупости Написал программу Которая в критическом Участке Зацикливается Прерываний Нет Программа Зацикливалась Нет прерываний Никто Ничего Сделать Больше В операционной Системе Не может Что делать Нажимать Кнопку Выключения Питания Поэтому Пользователю Ни одному Этот способ Не доступен Вот Такая Вещь Такие Алгоритмы Синхронизации Применяются Правда Внутри ядра Операционной Системы Считается Что операционная Система Уж написана Более-менее Качественно И поэтому Там Конфликты Возникать Такого рода Не должны Ну а теперь Возвращаемся К переменной Замку Или переменной Засову Итак у нас с вами Есть стандартный Скелет Нашей программы Критическая секция Ремандер Секшн Которые могут Выполняться В некотором цикле Пока у нас Удовлетворяются Некоторые условия Мы заводим С вами Разделяемую Переменную Переменную Засов И изначально Считаем Что у нас Засов С вами Отодвинут Если кто Не видит Там стоит Значение Ноль Причем Специально Написано Что Shed Int Хотя Такого В языке C у нас Нет Для того Чтобы Понимать Что Эта переменная Разделяется Всеми Процессами Участвующими В взаимодействии Нужно Написать Пролог Эпилог Пролог Мы пишем Просто Мы говорим Что засов Надо задвинуть Выставить Нашей переменной Значение Единичка Пока у нас Засов Задвинут Мы не имеем Права Обходить В критическую Секцию Мы ждем Пока его Кто-нибудь Отодвинет Если он Открыт Тогда мы Его задвигаем Мы вскочили В критическую Секцию Мы теперь Можем Заниматься Чем угодно Внутри Критической Секции Эпилог Эпилог Совершенно Тривиален Засов Отодвигается Лог Равняется Нулю Казалось бы Нормальное Решение В чем Здесь проблема Какие Есть сообразования Если они Есть Все хитрее У вас Нарушена Атомарность Дело в том Что операция Проверки Задвинуть Лизасов Если он Задвинут Задвинуть Его Не является Атомарной Вайллог И лог Равняется Единице Это операции Две Атомарных Грубо говоря И поэтому Может возникнуть Ситуация Следующая Один из процессов Проверил Значение Лог Давайте Посмотрим Это на примере Значит Вот он Начинает Выполняться Он Вошел Вайл Проверил Значение Лог Убедился Что Засов Отодвинут Лог Равняется Нулю И в этот момент К несчастью Произошло Переключение Процессора Так у нас Ангеризм Планирования Сработал Начал работать Второй процесс На процессоре Он Вошел В цикл Вайл Проверил Значение Засова Засов Задвинут Замечательно После этого Задвинул Засов Вошел В свою Критическую Секцию Тут у нас Процессор Опять отобрали И передали Первому Процессу Который уже Проверил И знает Что засов Отодвинут Второй раз Он не проверяет Этого Он второй раз Задвигает Тот же самый Засов И входит В свою Критическую Секцию И так У нас Внутри Критической Секции Оказалось Одновременно Два процесса Один Состояние Исполнения Другой Состояние Готовности У нас Нарушено Третье Условие Для алгоритмов Условие Взаимного Исключения Стало Быть Если мы Попробуем Воспользоваться Вот этим Простым Способом У нас С вами Программы Взаимодействовать Корректно Не будут Почему У нас Возникает Такая Проблема Потому что У нас Одна Программа Один Процесс Ничего Не знает О том В каком Состоянии Находится Где Именно Второй Процесс Внутри Критической Секции Вне Критической Секции Готов К входу В критическую Секцию Или Не готов Они Живут Совершенно Независимо Они смотрят Только На засов А где Находится Именно В данный Момент Второй Процесс Первый Процесс Не знает Дальше Мы с вами Пока Будем Рассматривать Именно Алгоритмы Для двух Процессов От N Процессов Мы отошли При N Процессах Будет Та же Самая Проблема Возникать И попытаемся Рассмотреть Следующий Вариант Когда Мы попытаемся Для каждого Из Процессов Вести Понятия Строгого Чередования Пускай у нас Процессы Будут входить По очереди В критическую Секцию Один Процесс Вошел Сказал Теперь Второму Теперь Ты можешь Войти Второй Прошел Сказал Первому Теперь Ты можешь Войти Как Как это Можно Сделать Значит Опять Таки У нас Есть Общая Наша Схема И мы Должны Написать Пролог Эпилог Как мы Напишем Пролог Эпилог В зависимости От этого У нас Меняется Алгоритм Синхронизации Мы Введем Переменную Опять Таки Разделяем Которую Назовем Тон Очередь Очередь Это кто Из процессов Может Войти В критическую Секцию Ну Для начала Положим Нулем Считая Что у нас Процессы Два Имеют Номер Ноль И один Значит Ноль Это Разрешение Нулевому Процессу Войти А первому Запрещено Входить Что у нас Будет В прологе С вами В прологе Будет Следующая Ситуация Если Очередь Не моя Я Вращаюсь В цикле И не могу Войти В критическую Секцию Если Очередь Моя Я В критическую Секцию Вхожу После Выхода Из критической Секции Я очередь Передаю Соседу То есть Мы рассчитываем С вами Что в данном Алгоритме Процессы Будут Выполняться По порядку 0.1 0.1 0.1 И так далее Выполняется ли Условие Взаимоисключения В данной Ситуации Могут ли У нас Внутри Критической Секции Оказаться Два Процесса Одновременно Нет Потому что В этом Случае У нас Переменная Тон Должна Должна Была Иметь Одновременно Значение 0.1 Чего Быть Не Может Значит Взаимоисключение Выполняется Первые Три Условия Должна Должна У Льго Должна Должна процесс P1 продолжает выполняться, процесс P0 продолжает выполняться, P1 стоит в цикле, P1 быстренько закончил критическую секцию, пробежал remander section, это быстро произошло все, в критическую секцию вошел процесс у нас P1, так, что-то у меня опять переключение не работает, попал в remander section, снова вернулся к циклу, на начало цикла, а remander section у процесса P0 большая, то есть он уже не работает в критической секции, он ее завершил, но remander section очень длинная по исполнению, у процесса P1 все это происходит быстро, он быстро сделал свои дела, вернулся снова на вход, готов войти, а войти не может, потому что очередь стоит в нулевом процессу, но нулевой процесс в это время у нас не находится в критической секции и не находится на входе в критическую секцию, он не должен мешать первому процессу войти в критическую секцию, если тот готов, он не должен иметь право голосование, а он голосует, у нас нарушается первая часть условия прогресса, процесс который находится в состоянии готовности входа в критическую секцию, он является единственным процессом и только он должен принимать решение входить или нет, войти в нее не может из-за того, что у нас такой алгоритм. Мы ждем пока завершит деятельность в remander section процесс который уже давно покинул критическую секцию. Стало быть в этом случае у нас с вами нарушается первая часть условия прогресса. Хорошо, значит попробуем модернизировать наш алгоритм и введем флаги готовности ко входу в критическую секцию, которые будут разделяемы и доступны взаимодействующим процессам. Так что каждый из процессов может узнать готов ли другой процесс ко входу в критическую секцию или нет, то есть где он находится сейчас. Если он находится в remander section, да бог с ним, мы на нему обращаем внимание. Если он готов ко входу в критическую секцию, тогда естественно внимание на него надо обратить. Стандартная схема у нас остается с вами и начинаем теперь писать пролог и эпилог. Понятно, что у нас два взаимодействующих процесса, поэтому есть два флага готовности и появляется теперь уже разделяемый массив из двух элементов. Нулевой элемент массива соответствует нулевому процессу, первый элемент массива соответствует первому процессу. Изначально они оба не готовы ко входу в критическую секцию, там стоят нолики. Что мы делаем в прологе? В прологе прежде всего каждый процесс объявляет, что он готов войти в свою критическую секцию. То есть свой элемент массива он выставляет в критическую секцию, а дальше он будет поступать как джентльмен. Он готов войти в критическую секцию, но если второй процесс тоже готов войти в критическую секцию, мы уступим ему очередь. И в цикле вертимся до тех пор, пока второй процесс не скажет, что все уже да мне критическая секция не нужна, либо я вообще туда не собирался входить. Что будет у нас в эпилоге? В эпилоге все очень просто, мы говорим, что все, мы из критической секции и условия готовность сбрасываем свою собственную в ноль. Взаимоисключение здесь выполняется. Я не буду это детально показывать. Первая часть условия прогресса будет выполнена, но возникает проблема со второй частью условия прогресса. Давайте посмотрим, откуда это берется. Допустим, что у нас один из процессов, процесс P1, находится выполнение условия в состоянии готовность, а второй процесс исполняется. И как раз выставляет свой флаг готовности в единичку, процесс 0. Он выставил флаг готовности в единичку, в этот момент происходит переключение контекста, процессор отдает процессу P1. Первый процесс свой флаг готовности тоже выставляет в единичку. Дальше он, как джентльмен, смотрит и видит, что нулевой процесс готов войти в критический участок, поэтому он говорит, нет, я в цикле подожду, пока тут не закончат свою деятельность. Цикл будет длиться понятно до тех пор, пока у него нет, берут процессор. Процессор отобрали, предоставили процессу по ноль. Тот, как джентльмен, видит, что первый процесс готов войти в критический участок, говорит, нет, я подожду, пока он не закончит свою работу. Та самая ситуация с двумя джентльменами, толстыми, которые пытались одновременно пройти в узкую дверь. Сначала вы, нет, вы сначала. И вот так они взаимто, джентльменски уступают друг другу очередь бесконечно долго. Не выполнена вторая часть условия прогресса. У нас здесь с вами возникает бесконечное время принятия решения, кто первым пройдет через критический участок. Значит, эта ситуация, к сожалению, тоже нам не годится, и поэтому этот вариант тоже является неправильным. Долгое время существовало мнение, что написать алгоритм, удовлетворяющим всем пяти поставленным условиям, принципиально невозможно. Долгое время, это время до, дай бог памяти, 1967 года. А задача была поставлена на годах в 50-х. И только в 67-м году был написан первый алгоритм, что считалось очень большим достижением, который для двух процессов удовлетворял всем пяти условиям. Это алгоритм Петерсона. Значит, я приведу только его вид. Здесь, по сути дела, объединены понятия флагов готовности и очередности в один алгоритм. Доказывать то, что он уничтожает всем пяти условиям, я не буду. В книге это сделано. Желающие могут попытаться это сделать самостоятельно. Это полезная тренировка для коллоквиума и предстоящей контрольной работы. В следующий раз мы с вами продолжим заниматься алгоритмами синхронизации и перейдем к механизмам синхронизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин